Год назад наш завод вошел в состав крупного производственного объединения в Курске, которое занимается выпуском медицинских препаратов. У нас, иначе говоря, появились новые заказы, и мы расширили производство. Для этого необходимо было, по сути, приобрести оборудование для автоматического нанесения этикеток. Раньше эта процедура производилась вручную. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующие требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. Я работаю на предприятии более 30 лет, из них 15 в должности главного инженера. Все производства на заводе я хорошо знаю. Модернизация на нашем заводе практически не проводилась, и после присоединения у нас, иначе говоря, появилась возможность обновить производственную технику. На совещании по развитию производства мне поставили задачу найти автоматическое оборудование для наклеивания самоклеящихся этикеток на стеклянные флаконы, которое планировалось разместить на участке фасовки и транспортировки. Этикетировочная машина предназначена для односторонней наклейки этикеток на круглые стеклянные флаконы, бутылки. Производимое нашим предприятием лекарство от кашля выпускалось в коричневых флаконах из стекла. Ширина этикетки 7 см. Оборудование для этикетировки мы искали современное, которым можно было по сути бы управлять через шки-экран. Планировалось приобрести универсальное автоматическое оборудование для наклейки самоклеящихся этикеток на флаконы для фармацевтического производства, чтобы, главным образом, была, по сути, возможность использовать этикетки других размеров, вообщем, если будет решено изменить исполнение флаконов. У меня много знакомых в сфере производства. И я, первым делом, обратился к ним за советом в поиске автоматического оборудования для самоклеящихся этикеток на флаконы. Я понимал, что сфера производства у коллег отличается от сферы деятельности нашего предприятия, однако они могли порекомендовать мне хороших производителей оборудования, которым можно было, по сути, обратиться за помощью в выборе автомата. В производстве лекарственной продукции много нюансов, которые, в принципе, необходимо учитывать на всех этапах, контролировать при помощи различного аналитического оборудования, в том числе и нанесения этикеток. Коллеги порекомендовали мне двух производителей в Германии. Я нашел их данные в интернете и отправил им электронное письмо с просьбой подобрать мне оборудование согласно моим требованиям. Через два дня я получил ответ от одной компании, в котором было по сути сказано, что у них есть машина для наклеивания этикеток, заданных технических параметров. Однако она подходит только для пластиковых флаконов. Другая компания отказалась работать с нами, так как они не работают со странами СНГ. По тому же совету коллег, я не стал обращаться к китайским производителям напрямую. Знакомые рассказывали, что производители оборудования из Китая часто поставляют некомплектное оборудование, ссылаясь на неточно предоставленную информацию о требуемых параметрах автомата. Рисковать я не мог, и поэтому, принципиально решил выбрать для поиска автоматического оборудования для наклеивания этикеток на флаконы русскоязычного посредника. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Поиск специалиста я начал в интернете. Выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджера. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для наклеивания этикеток и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования для наклеивания этикеток. Последний, третий вариант посредника оказался для меня удачным. Менеджер мужчины говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о производительности материалей, используемых ампул, в точности маркировки. На этапе консультации он выбрал автоматическое оборудование для наклеивания самоклеящихся этикетов на флаконы, которые я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности автомата. Машина была, по сути, поставлена точно по истечению месячного срока. После монтажа и настройки оборудования, мы смогли оценить его качество, коричневые флаконы размещались на конвейере, который, в принципе, используется для дистанционного перемещения и автоматической подачи продукции в технологических линиях. Система включается автоматически и протягивает этикетку, дизайн которой был специально разработан из рулона и прижимает этикетку. Фотоэлектронные элементы контроля, точность этикетирования. Машина была, по сути, оснащена современной системой шки управления оборудованием. Автоматической регулировкой натяжения этикетки для уменьшения количества воздуха и улучшения качества склеивания этикетки, подача этикеток производилась шаговым электромотором. Мы остались довольны автоматическим оборудованием для наклеивания самоклеящихся этикеток на стеклянные флаконы с лекарством от кашля, порекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. Я еще раз убедился, что в любом деле нужна консультация профессионала. В этом плане мне повезло, я нашел специалиста, который, в принципе, знает свое дело.